Вот этот дом, видите, глаза неизвестно сколько. А вот наша квартира и наш стояк, подъезд номер два. Эта красивая многоэтажка лишила покоя пенсионера из соседнего дома. С тех пор, как её построили, квартира Юрия Мишенко стала тёмным царством. Небо и солнце мы можем видеть только у окна. И периодически, чтобы нам видеть это, нам приходится подходить к окну, постоять, посмотреть. Счета пенсионеров живёт в этой квартире на Седово около 40 лет. Раньше супруги горе не знали, выращивали перцы, помидоры и цветы. Теперь же даже в солнечный полдень свет на рассаду не попадает. Раз в 6-5 стало хуже и урожайность. Самое главное, на здоровье повлияло сильно. Да, ухудшило здоровье. За эти годы мне сделали три операции. Кардиосимулятор на сердце поставили. Экспертиза Распотребнадзора подтвердила, уровень освещенности действительно ниже нормы. Суд оштрафовал застройщика на 10 тысяч рублей и обязал его устранить нарушение. Предлагали нам заменить окно на пластиковое. Предлагали переклеить обои, так как считают это обои тёмные. Предлагали заменить мебель, сделать белого цвета. Целых 8 лет супруги переписывались с чиновниками. Отписок набралось на несколько десятков килограммов. И ходили по судам. Добивались, чтобы мэрия признала их квартиру непригодной для жизни. И, наконец, свершилось. На межведомственной комиссии администрации Екатеринбурга приняли решение. Решение суда исполнено. Дальнейшие события зависят от самого гражданина. Он может пойти с иском к застройщику и требовать возмещение ущерба в той форме, какую сочтёт нужной. Он может требовать предоставить новое жильё или компенсировать ущерб иным способом. Застройщик комментировать ситуацию отказался. Предоставить новое светлое жильё пенсионерам никто не предлагал. Если бизнесмены так и не пойдут навстречу, юристы советуют снова идти в суд. Можно попробовать оценить своё жильё. Причём оценить по рынку и с теми характеристиками, как если бы никакие нормы в нём не нарушались. То есть сколько бы оно стоило по рынку, если бы не было бы нарушения. И потребовать вот эту сумму, чтобы выплатили собственникам, чтобы они могли купить себе аналогичное жильё, где нормы инсуляции не нарушены. Пока пенсионеры продолжают жить в своей тёмной квартире, но надеются в ближайшее время переедут в ту высотку напротив.